Привет всем гостям моего канала. Сегодня на нашей кухне приготовим макароны с креветками в сливочном соусе. Рецепт довольно-таки простой и блюдо готовится быстро. Сливочный соус и креветки придадут макаронам новый вкус. Вы уже заинтересовались? Тогда присаживайтесь поудобнее и поехали! Макароны Первым делом отвариваем макароны. В кипящую воду добавляем соль по вкусу и растительное масло, чтобы макароны не слиплись. Для нашего блюда можно взять спагетти, это не принципиально. Выключить макароны надо за минуту до полной готовности, ведь мы их еще продолжим готовить со соусом и креветками. Я варил макароны примерно 5-6 минут. Подготовим сначала сыр и чеснок. 50 грамм сыра потрем на крупную терку. Можно, конечно, взять и пармезан для готовки, но у меня обычный твердый сыр. Чеснок я режу мелкими кусочками. Его можно пропустить и через пресс. Это как вам удобнее. Теперь ставим разогреваться сковороду. Льем в сковороду масло и отправляем обжариваться креветки и чеснок. Добавляем к ним соль и черный перец по вкусу и перемешиваем. Готовить их будем 2-3 минуты на среднем огне. Креветки с чесноком уже обжарились и добавляем к ним сливки. В идеале желательно взять сливки жирностью 30%. Тогда нам понадобится их 200 грамм. Если сливки меньше жирности, то для хорошего загустения понадобится сливок больше по объему. У меня сегодня сливки жирностью 10% и пришлось взять их 500 грамм. Готовим креветки со сливками 2 минуты и затем добавляем 30 грамм сыра, чтобы соус стал гуще. Добавляем в сковороду почти готовые макароны. Перемешиваем и готовим еще минуту. Макароны с креветками готовы. Даем настояться им несколько минут, чтобы все процессы в сковороде остановились. Выкладываем в тарелку наше блюдо. Посыпаем оставшимся сыром и зеленью. Я взял для этого молодой лук. У вас могут быть свои предпочтения в этом. Вот такое красивое и очень вкусное блюдо у нас получилось. Всем приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До следующих интересных встреч! Субтитры сделал DimaTorzok